Что привлекает в профессии журналиста современную молодежь и почему корреспондентами хотят стать в основном девушки? Начинающие журналисты из 5-й Мурманской школы встретились с главным редактором газеты «Вечерний Мурманск». Опытный специалист ответил на самые каверзные вопросы учеников профильно-социального гуманитарного 10-го класса. Подробности в нашем материале. В этом году в 5-й Мурманской школе на базе социально-гуманитарного класса появился журналистский клуб «Креатор». Большинство его участников – это девушки. Вероятно, молодые люди, которые здесь в меньшинстве, не хотят связывать свою судьбу со сложной редакционной работой. Поэтому в поле с блокнотом, ручкой или микрофоном не рвутся. Но тем, кому это интересно и таких немало, стараются познавать азы профессии и даже снимают собственные видеосюжеты. Последний выпуск был посвящен 23 февраля. У нас у школы есть свой ютуб-канал, есть свой сайт. Мы выкладываем, стараемся и туда, и туда. Также вот у нас на втором этаже телевизоры существуют, есть, да. И мы по ним транслируем на переменах то, что мы сняли. Просмотров у нас достаточно много, школа смотрит почти все. В принципе, довольно популярно. Первый вопрос, который задали будущие журналисты, редактору газеты «Вечерний Мурманск», выступающему гостям на собрании школьного клуба, как правильно вести себя во время интервью, чтобы разговаривать с собеседником. На что опытный корреспондент, не растерявшись, дал ответ «Лучше готовиться к предстоящему диалогу». И пригласил учеников на практику в газету. Только во время работы можно узнать все тонкости профессии и перестать с дрожью в коленках думать об очередном материале. Ребята занимаются журналистикой, занимаются журналистикой в рамках школы, это хорошо. Но кто еще им даст шанс прийти и попробовать себя вот сейчас, в этом возрасте, свои навыки, способности, я думаю, что это хорошее. Опыт будет и для них, и для нас. И мы, во-первых, ребят попробуем чему-то научить, и они попробуют себя в этой профессии. А получится ли, а нравится ли мне вот окончательно. Уже 15 лет в школе существует и собственное издание. Газету «Пятерочка» старается выпускать каждый месяц. Над содержанием также работают сами ученики. Основные темы материалов, конечно, связаны со школьной жизнью. Но особенно руководство учреждения гордится документальным фильмом. Ленту сняли во время экспедиции по Беломорию еще в 97-м году. Тогда монтировать отснятый в образовательном походе материал было несравненно сложнее. Если говорить о фильмах, то у нас в школе богатая история. Еще в 97-м году наш фильм «Экологические экспедиции по Беломорию» на всероссийском конкурсе «Подрост» занял первое место. И мы получили грамоту за подписью Ролана Быкова. Но у детей всегда вызывало это интерес. Брать интервью, быть в обществе, быть на виду. И вот только в этом году такая возможность. И даже если никто из школьников, участников журналистского клуба, впоследствии не свяжет свою судьбу с этой профессией, то педагогам вряд ли стоит расстраиваться. Своим воспитанникам они передадут как минимум хорошие коммуникативные навыки.